Перед началом исполкома Российского футбольного союза журналистов ожидал сюрприз. От проведения протокольной съемки, с которой по традиции начинается работа на подобного рода мероприятиях, было решено отказаться. Мотивы подобного шага стали понятны незадолго до окончания исполкома, после того, как представители СМИ все же запустили в зал заседания. В момент, когда начиналось подписание кодекса чести российского футбола. Не запечатлеть столь знаковый в истории момент было бы несправедливо. И сейчас я этот кодекс передаю в руки вновь выбранного председателя комитета по этике, Аллу Таташевичу Алханову. С этого момента комитет по этике перестал быть органом, который долгое время существовал исключительно на бумаге. Обзаведясь руководителем и таким важным для себя документом, как кодекс чести, комитету осталось дождаться, когда будет сформирован состав его участников. Их фамилии пока неизвестны, однако вектор поиска достойных кандидатов уже выбран. Было бы неплохо видеть уважаемого священнослужителя. Это не потому, что я сейчас хочу отдать дань моде. Просто как голос человека, который служит Богу и в своих решениях будет чист. Может и нас к чему-то будут чистым подвигать. Безусловно, от мира футбола. Безусловно. Безусловно, юрист. Человек, который будет многие юридические решения готовить. То есть вот такой, скажем так, срез, на мой взгляд, общества должен представлять этот комитет. Выбрав путь воспитания морали и нравственности в отечественном футболе, Российский футбольный союз вскоре должен решить и вопрос главным тренером сборной Гуссом Хиддингом. Ведь подписав кодекс чести, оставлять 64-летнего специалиста без зарплаты было бы как-то бесчестно. Пока же дела обстоят таким образом, что голландец заработанных им с начала года денег так и не получил. С точки зрения Гуса Хиддинга у нас идет нормальный рабочий процесс. Вы знаете, когда у него заканчивается контракт. Тем не менее, возможно, досрочное его расторжение. Возможно. Но это вопрос переговоров. Очевидно, что все идет к тому, что подписать кодекс чести Хиддингу так и не удастся. Однако менее весомым документ от этого вряд ли станет. В планах РФС добиться того, чтобы кодекс подписали все, начиная от игроков и президентов клубов премьер-лиги и заканчивая сотрудниками детско-юношеских футбольных школ.